Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вам хочется чего-нибудь вкусненького к чаю? Тогда присоединяйтесь! Сегодня это будут кексы на кефире. Для приготовления мне понадобится 250 граммов муки, 150 граммов сахара, 150 миллилитров кефира, 100 граммов сливочного масла или маргарина, 2 яйца, 1 пакетик ванильного сахара, 8 граммов, 1 пакетик разрыхлителя, 14 граммов, щепотка соли и примерно 100 граммов сушеной клюквы. Можно взять изюм. Я взяла клюкву, потому что она даст кислиночку. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли, добавляем сахар, пакетик ванильного сахара, и слегка перемешиваем. Сильно взбивать не нужно, только чтобы растворился сахар на небольшой скорости миксера. Затем добавляем кефир, растопленное масло, еще раз слегка перемешиваем. Разрыхлитель я добавила в муку, перемешала, и теперь постепенно будем добавлять в нашу смесь. После добавления муки получается вот такой консистенция теста, довольно густое, приятное, желтенькое. Сюда мы добавляем сушеную клюкву, перемешиваем. Теперь останется разложить нам только по формочкам. Как видите, процесс нетрудоемкий, быстрый. Духовка у меня разогревается до 180-190 градусов Цельсия. Смотрите по своей духовке. А я пока выкладываю тесто в формочки. Примерно на 2 трети. Тесто я выложила, у меня из этого количества получается 8 кексов. Если у вас формочки поменьше, то может получиться 10-12 штук. Теперь ставим в духовку, разогретую до 180-190 градусов, примерно на 30-35 минут. У меня кексы выпекались 35 минут. Сейчас шпажкой проверим. Вот, совершенно сухая. Кексы готовы. Сейчас немножечко остынут и посмотрим, какие они внутри. Кекс немножко остыл. Вот так он хорошо отходит от бумажки. Нужно бы еще немножечко, но уже терпения не хватает. Сейчас посмотрим, какой он внутри получился. Ах, какой красивый! Ароматный очень! Он просто не до конца еще остыл. Очень ароматный, мягенький. И что основное, он не черствеет на следующий день. Очень вкусный, пушистенький, легкий. Попробуйте приготовить. Если вам понравился рецепт, не забывайте ставить лайк. А я желаю вам приятного аппетита и всего самого доброго! Продолжение следует...